Каждый охотник обязан помнить, на какое животное и когда разрешена охота. Это схоже с знаниями правил дорожного движения. Несоблюдение установленных сроков отстрела копытных, пернатых и пушного зверя может повлечь серьезные неприятности для охотника. К примеру, крупный штраф, изъятие оружия, лишение лицензии и даже уголовная ответственность. Любительская спортивная охота ведется в соответствии с путевкой, выдаваемой соответствующим органом. В соответствии со статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконная охота с причинением крупного ущерба или с применением механического транспортного средства, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей или в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена или особо охраняемой природной территорией в заповеднике, заказнике либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайно-экологической ситуации наказывается штрафом до 1 миллиона рублей, а также предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Кроме того, придется возместить стоимость животного, которая в разы отличается от стоимости путевки. Так, в феврале 2019 года житель города Магнитогорска, являясь законным владельцем оружия и имея путевку на отстрел зайца, подстрелил косулю, тем самым произвел незаконную охоту. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности, добровольно возместил причиненный экологический ущерб в 200 тысяч рублей, выплатил штраф, установленный судом, а также по решению суда у него было конфисковано оружие и дорогостоящий импортный снегоход стоимостью более 300 тысяч рублей. В ОМВД России по Верхнерайскому району в 2019 году возбуждено 4 уголовных дела данной категории. Субтитры создавал DimaTorzok